В Актьюбинской области продолжает наблюдаться рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По сравнению с прошлой семидневкой, на этой неделе количество носителей COVID-19 выросло более чем в два раза. Только за минувший четверг в регионе зарегистрировали около 50 больных. О том, какова эпидситуация в области, кому больше всех угрожает риск заразиться коронавирусом, рассказали специалисты в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. В Актьюбинской области за минувший четверг выявлено 47 новых больных коронавирусной инфекцией, 36 из них с симптомами и 11 без. Симптомные заболевания, если распределить по городу и районам в Актьюбинской области, по городу в Актьюбе 28 случаев зарегистрировано. Байганинский, Уилский, Хромтауский, Мартугский, Мартугский по одному случаю и Молжарский два случая. Бессимптомные по городу Актьюбе 9 случаев, Тимирский, Хромтауский по одному случаю. За последнюю неделю заболевание по сравнению с предыдущей неделей увеличилось в 2,2 раза. И с 82 случая в прошлой неделе было в этой неделе 186 случаев. Из заболевших последние недели 80% приходится на жителей города Актьюбе. То есть в городе Актьюбе регистрация больше идет, чем районы. На сегодняшний день 18 пациентов у нас получают лечение в стационарных областях. В каждом районе у нас развернуты ковидные отделения. По области на сегодняшний день получают лечение в Молжарском районе и по городу Актьюбе. Один пациент у нас находится в реанимационном отделении. Всего по области развернуты 112 койк. Загруженность инфекционных койк на сегодняшний составляет 18%, загруженность реанимационных койк 5%. По наблюдениям медиков, большую часть инфицированных составляют граждане, не прошедшие вакцинацию. Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 44 246 случаев ковид-19. Из них 9 287 в текущем году. Чаще всего диагноз коронавирус ставят людям в возрасте 40-49 лет. В этом году таких случаев было 1736. А вот меньше всего носителей ковид-19 было среди подростков 15-19 лет. Всего 184 человека. Каждые 2-3 недели у нас обновляется прогноз эпид-ситуации. Согласно прогнозу, в августе прогнозируется увеличение роста регистрации коронавирусной инфекции. И в сентябре небольшое снижение заболеваемости. Также еще мы с департаментом эпид-контроля напоминают, что вакцинация самый эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции. А ревакцинация поддерживает иммунитет. На сегодняшний день первым компонентом привито 442 169 человек. Вторым компонентом 435 179 человек. Ревакцинацию прошло более 222 тысяч человек. Повторную ревакцинацию 20 639 человек. На сегодняшний день у нас в наличии имеются вакцины Казвак и Синофарм в каждой районной больнице и поликлинике. Поэтому призываем еще раз пройти вакцинацию и ревакцинацию. И тем самым получить иммунитет от данной инфекции. Отметим, в настоящее время на домашнем карантине находится 237 человек. За всеми организовано медицинское наблюдение. Владимир Федотов, Аманжолит Магометов, телеканал АКТУБЭ.